привет дорогие друзья это федори влог и до нового года все меньше времени до нового года все меньше денег но это не значит что вы должны дарить какую-нибудь чашку нет компания бода знает о вашей боли я целую ночь сидел и писал программу о подарке здесь прицел почему бода почему бода create whatever в этом суть бизнеса быстро убирайте на столах реально достали мы показываем плохую рекламу подождите окей что-то получается им удалось построить прекрасный бизнес в котором работает очень много людей формула современного бизнеса очень проста вам нужно создать алгоритм и завернуть его в эмоцию а еще за этот год компания бода сильно изменилась и этот change произошел не без участия одноименной компании федерриф а еще в этом выпуске представители федеррифтим расскажут о том как именно наша компания помогла бода сделать change в 2018 привет дорогие друзья подарочная лихорадка овладевает вашими и нашими мозгами а если вы думаете о подарках то вам нужно идти в компанию бода я вспоминаю один наш обед когда ты сказал что на самом деле я продаю картон почему ты выбрал такое многоцветное решение ну как бы вы сказали я выбрал и это правильный ответ бода будет вау вражение у подарунок бодо мают лише один недолик их но очень не хочется выдавать бода будет вау задача была мейк бода грейт и ген было важно освежить вот восприятие бренда сделать его снова модным вода работает в категории таких подарков это очень но категория которой она не может устаревать мы всегда начинаем любой проект с вопросов нам надо было подумать а чем же классные подарки отличаются от не классных и вы поняли что классный подарок это тот который не хочется отдавать всем здрасте быстро убирайте на столах вот все эти люди здесь их много они создают наши впечатления чтобы они появились на сайте должны работать все эти люди они придумают какие-то впечатления добавлять они ищут для этого провайдеров они их тестируют они с ними договариваются они не снимают фото видео потом это все добавляют в 1с на сайт проверяют выводят я когда поступал в университет я поступал по олимпиаде успешно прошел собеседование с деканом было декан спрашивает чего пришел на факультет кибернетикой могу я выучусь на программиста уеду в штаты программировать как бы ты описал свое мировосприятие как видишь мир сквозь математическую его призму я во всем пытаюсь найти взаимосвязи то есть важно не компьютер а то каким образом компьютер используется и для чего соответственно вот я ищу взаимосвязи и что на что влияет и что нужно подкрутить чтобы где-то что-то лучше работать хорошо а подарки здесь причем когда ты как вот человека который выигрывает математическую олимпиаду заканчивать кибернетику человек становится владельцем крупнейшего сервиса подарков на третьем курсе у нас было определенное там задание лабораторное которое нужно было долго писать я целую ночь сидел писал программу там 2000 строк программе было и написал сдал и после этого как-то ну подумал наверное первая мысль закралась что все-таки писать код не очень интересно хочется больше с миром взаимодействовать тут пахнет ремеслами тут пахнет подарками ну большой ряд подарков это явно в регионы будут уезжать поэтому он здесь стоит обычно здесь можно ходить нормально это новогодние коробки идем запакуем подарок аня заказывает алло-бежевую коробку вот у нас алло-бежевая коробка и она хочет арома массаж для двоих за 1200 гривен идем но найдем эту открытку 1200 гривен вот арома массаж и да это арома массаж дальше нам нужно взять сертификат нам нужно его пикнуть теперь нам нужно его вставить в коробку дальше самое сложное как бы это вот то что я придумал как бы но я еще ни разу этого не делал это ленточка которая как бы перевязывают открытки сергей покажи нам бы я не справляюсь брова я хочу тоже почувствовать давай сыпла ложечкой еда так 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 да 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 не так дык а есть норма выше конечно одна ложечка мы например такие вели вещи что эти коробки должны быть разные мы очень много поработали над наполнением этих коробок там придумали конфетти так далее потому что вот этот момент как бы дарение вот это та территория на который boda должен как бы у всех всех побеждать даже записали автоответчик это как сейчас отвечает бренд вода на ваш звонок нам кажется что это прекрасно можете позвонить по этому телефону вот и убедиться в этом сами когда мы разрабатывали упаковку еще 9 лет назад самое главное у нас было понимание что подарок должен быть большим на тот момент существовали конкуренты наши уже но они обычно выглядели как-то мелком маленькими убогими грубо говоря в виде стартового пакета для мобильной связи мы точно понимали что наш подарок как бы должен быть большими должно быть понятно что это принесли вода коробка это появилась на четвертую итерацию мы начинали тоже чего-то поменьше а потом еще больше 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 и больше и больше закончился университет у меня вообще два образования еще экономически заканчивал магистра кибернетики магистра экономического после этого пошел на рынок труда работал всяких разных непонятных историях в том числе страховки жизни продавал даже у меня на полгода хватило я пусть ты приходил на встречи и говорю вы умрете человек пугался какой у тебя была конверсия плохая следующим этапом уже было связано с подарками я полтора года занимался работал в компании которая занималась подобным бизнесом компания смайл называлась полтора года я там проработал мне становилось скучно потому что head office не позволял ничего делать я предлагал ребятам давайте лучше продукт упаковывать давайте больше денег рекламу вкладывать давайте короче что-то делать вот и все эти инициативы они как-то никуда особенно не двигались я им предложил выкупить часть компании так чтобы дали мне больше полномочий но как бы как-то была не судьба то есть ты прыгнул у тебя какой капитал был на старте у меня был капитал отца и бывшей супруги то есть ты одолжил сколько денег для старта понадобилось где-то шестьдесят тысяч долларов то игрока девятый год 2000 но мы много много потратили и как всегда они туда куда нужно был то есть в принципе если бы не тратить лишнее сколько было бы нужно 40 но я без зарплаты работал это нормально то если мы говорим о жизненных стратегиях очень классная простая стратегия не пытаться сделать бизнес в котором ты ничего не понимаешь получить свое бизнес образование за чужие деньги это когда вы можете работать сотрудником или топ-менеджером или супер-топ-менеджером в компании которая вам не принадлежит и когда вы уже понимаете все что вы делаете когда вы понимаете а что именно еще можно сделать это отличный момент для прыжка эта рубрика интимный разговор интимный разговор с андреем файдоровым интимный разговор и так друзья подарок получает барлок 2012 за следующий вопрос вот смотрю на вас энергичного общительного и каждый раз возникает вопрос как делать бизнес интровертом если ты не любишь конференции и встречи нужно ли стараться себя перевороть или есть альтернативный способ построения бизнеса для таких людей не надо пытаться делать вид что вы очень хороши в том что вы ненавидите или в том что делает вас несчастным по двум причинам причина номер один скорее всего это будет видно скорее всего люди почувствуют фальш если вы будете пытаться в себе развивать то что является объективно вашей слабой стороной вы достигнете уровня посредственности или вы потратите сверх усилия на то чтобы выйти на какой-то средний рыночный базовый уровень сделает ли это вас счастливее сделает ли это вас более конкурентоспособным вряд ли поэтому я бы искал форму деятельности или вид бизнеса в котором умение общаться будет востребовано меньше всего я думаю что в айти в современном программировании есть куча возможностей для пример на построение автоворонок продаж да когда вы можете свое нежелание общаться сделать тем ограничением которое будет провоцировать вашу креативность которое вы будете говорить окей но ведь есть же точно так же огромное количество интровертов которые будут являться покупателями которые точно также не хотят общаться с людьми тогда вопрос можем ли мы построить бизнес который будет построен на нежелании людей общаться с другими людьми принципе это основа электронной коммерции тогда вы можете выбрать для себя сферу например алгоритмизации до построения автоворонок построение каких-то интерфейсов которые будут не требовать общение ни по телефону не в живую не как угодно подумайте если у вас есть точка боли как вы можете ее поменять как вы можете добиться например того что вы знакомитесь с другими людьми не общаясь с ними в живую покопайтесь своей боли а кроме того не нужно забывать о делегировании потому что если вы четко знаете свои сильные слабые стороны вы сделали прекрасную домашнюю работу тогда вам остается найти людей у которых то в чем вы слабые будет самым сильным в этом суть бизнеса а менеджмент это искусство делать работу чужими руками поэтому ищите общительных ищите тех кто от этого получают энергию и пусть они работают на вас а вы будете сидеть тишине и не общаясь с ними через свои таинственные алгоритмы контролировать эффективность их общения и кстати вы стали писать меньше вопросов вы не хотите призов вы не хотите получить в подарок это красную ручку нелепо я с удовольствием перед новым годом отправился в гости к одному из наших давних друзей и клиентов компанию тарян картуру хитаряна артуре бред где мы находимся мы находимся в отделе продаж тарян групп собственно все клиенты потребители приходят начале суда и отсюда уже знакомиться с нашими проектами и дальше принимают решение хотят ли они жить наших домах вот считается что человек который покупает квартиру в первую очередь хочет приехать на стройку и поэтому он хочет отдел продаж прямо на стройке почему у вас общий отдел продаж не на стройке в вашем офисе ну на самом деле это не имеет значения ну то есть есть каких-то городах действительно настройки происходят допустим майами да если взять они прямо на стройке пытается делать продаж но вот я недавно был в нью-йорке и там отдел продаж находится в другом месте где дом находится мы сейчас работаем над новым отделом продаж по прототипу нью-йорка чтобы человек в отделе продаж мог зайти в готовую квартиру абсолютно то есть посмотреть но с отделкой естественно посмотреть еще вот как будет выглядеть его квартира с материалами его квартиры цвет все полностью виды из окон и так далее если им это все нравится дальше уже там заключает сделку и так далее то есть вы хотите с отделкой продавать квартиры да у нас обязательно уже третья башня будет полностью с отделкой продавать вторая башня у нас продается white box по системе то есть сделаны все основные шумные грязные пыльные работы то есть людям остается приятная хлопота это там постелить пол покрасить стены повесить люстру установить мебель условно там две-три недели времени им нужно туда заехать и самое главное там нету шума нету пыли нету вот это чтобы человек приезжать на востройку постоянно там перфорадо да 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 то есть этого всего нет то есть это мы взяли вот по самым последним трендом вот как в нью-йорке происходит мы сделали так а нью-йорк как наверное вы знаете является ну наверное там отцом основателем многоквартирных элитных домов почему потому что до этого богатые люди жили в частных домах когда начали все съезжаться в нью-йорк ну наверное не знаю то ли места не хватало то ли что начали строить до этого многоквартирные дома были для бедных 1 элитные многоквартирные дома начали строиться в нью-йорке я посмотрел твое обращение сегодня вынужден обратиться к президенту украины так как считаю что мой бизнес стал жертвой шантажа службы безопасности украины понимаю что у тебя явно были по этому поводу не знаю там какие-то сомнения идти таким путем идти таким почему ты решился реально достали уже там у меня это было вот два последние капли которые уже ну невозможно было дам мне эмоционально выдержать таким явным и реальным шантажом я столкнулся впервые когда тебе говорят нет тяни ты не можешь не заплатить тебе по-любому нужно заплатить я делал всячески тебе делают барьеры отпугивать клиентов делают все то есть все все методы шантажа для того чтобы ты принял их условия скажи пожалуйста вот когда у тебя ну условно говоря палец стоял на кнопке на опубликовать был какой-то внутренний мандраж не ну конечно это всегда это выбор это выбор в любом случае должен понимать что ты идешь ты идешь вступаешь какой-то вот дань неизведанное сделать какой-то шаг с неизвестными да там последствиями и так далее но это просто нужно принимать волевое решение нужно понимать что или ты готов терпеть то что портели ты не готов условно да вот я принял здесь в себе больше не готов я готов вот ну идти вперед и открыто говорить о проблеме которую есть поскольку я знаю что правда за мной я занимаюсь строительством я вкладываю свою энергию силы и ресурсы то чтобы строить классные проекты чтобы людям было комфортно и интересным приятным то есть я занимаюсь правильным делом да они занимаются неправильным и вот это понимание что правда за мной не дает сил и энергии у меня вы не знаем я выбор такой либо вестись на шантаж на который я не ведусь на шантаж либо эти публичное поле и рассказывать что ну вот такое происходит и надо с этим что-то делать либо разоблачить эту коррупционную схему наказать виновных я надеюсь что так оно и будет если мы живем в прозрачном мире я думаю что как раз открытость и прозрачность являются там самыми лучшими способами борьбы с людьми которые привыкли работать под столом в темноте в тишине и для которых как раз любой свет как для не знаю вампиров да скажем образом это там самое страшное что только на жена только то что только может быть поэтому я думаю что там вывод простой если у вас есть подобная ситуация обращайтесь в спилку украинских предприемцев выходите в прямой эфир своего неважно фейсбука инстаграма привлекайте максимум внимания то есть скажем так и тогда есть какой-то шанс что предприниматели не задушат по одному где-то тихо в темной подворотне сто процентов согласен абсолютно абсолютно разделяю не столько людей начали звонить писать рассказывать что но если честно не ожидал конечно такая будет поддержка как политиков так и бизнесменов в этом вопросе все начали делиться своими историями что у них то же самое происходит у них и так далее но я был приятно удивлен поддержкой людей представить ситуацию что допустим на манхеттоне строится дом в котором есть разрешение на строительство и так далее и тут министерство культуры вот по потому что общественная организм как это обратилась из-за того что нету квадрата министерства культуры фбр и начинает там расследовать начинает там приходить с вопросами что давайте там остановим стройку я когда смотрю в лондоне этот уникальный дом сейчас новые строится тюльпан посмотрите покажите зрителям чтобы они увидели я когда смотрю на этот проект у меня глаза загораются думаю блин я должен собрать команду мы должны сесть думать давайте сделаем следующий проект что-то из этой серии что-то уникальное классно а у меня нет времени силы энергии потому что это все уходит на решение какого-то придуманного вопроса который почему-то я должен этим заниматься и свое время время своей команды я трачу не на созидание не на создание классного продукта который в итоге да в итоге будет жить киевляне и наслаждаться а трачу на там отбивание от избу и культуры вот вот в этом основная проблема есть несколько уже кейсов даже в этом году когда предприниматели громко сказали нет мы не будем терпеть глотать и так далее и мы видим что это приносит реальные результаты это реально работает это рояда royal tower дом с первым парком на крыше но это макет этого дома внутри есть фитнес-сенсор он уже по моему пару лет назад да да за пару лет назад уже продан полностью да по моему остался один пентхаус и один офис мы хотим чтобы дом в котором живет человек не заканчивалась в рамках его квартиры до кроме стен кроме его непосредственно жилплощади есть еще много ценного в доме в котором он может проводить время деревья на какую высоту вы планируете вырастут над домом я сейчас не помню но по-моему там по-моему там максимально это 8 метров или что такое а собаками можно гулять на крыше но если за ними убирать туда мы когда начинали его строить я когда уже начал заниматься реализации этого проекта проект находился по моему на третьем этаже и были большие планировки в этот момент произошел кризис и ситуация на рынке изменилась мы быстро поработали над изменением из изменили планировки мы сделаем поменьше мы сделаем оптимальные мы объединили кухни-гостиной то есть мы сэкономили где-то 30 процентов площади где-то квартир до соответственно и цены и когда мы запустили уже кризисное время на рынок мы запустили она очень хорошо себя показала то есть научила что надо быстро адаптироваться к нынешней ситуации к рынку джек-хаус это наш третий проект до 1 был царский второй royal tower третий джек-хаус но это жилой комплекс которым вот мы работаем выглядеть роботы 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 хотят к нам вики подожди помолчи пожалуйста вики-вики веди себя прилично эти мужчины хотят тебя выключить вики помолчи пожалуйста по поводу джека насколько я помню фасад этого дома изначально был построен за несколько лет до в общем-то реализации этого проекта и он находится на улице леонида первомайского комплекс должен был по изначально по документам называться первомайский и когда уже мы видели успех royal tower а то мы начали обсуждать как правильно спозиционировать эти дома между собой и пришли к воду что royal tower он чуть более консервативный ты такая классический отель может быть пятизвездочный для чуть более зрелых людей а мы понимали что этот дом мы хотим сделать уже там чуть более инновационным использовали тогда как референс что royal tower это mercedes а джек ближе к тесле я помню что вы предложили что надо назвать его джек как валет чтобы это было типа там royal это как король а джек как валет для такой молодежи прогрессивной мы написали заявку в не помню то ли в юридический отдел то ли в юридическую компанию у них волосы стали дыбом и они начали говорить о том что это ни в коем случае нельзя делать потому что джек на сленге это чучка был штепсель штекер все что вы можете придумать там молоток да даже была шутка а что а что джек для вас это значит вот но как раз я думаю что это хороший пример функции владельца бренда потому что артур по этому поводу только посмеялся сказал да конечно регистрируем за первый месяц насколько помню только тизер продал 15 квартир по моему мы сделали первые в украине бассейн на крыше в жилого дома круглогодичный где жильцы могут в любой момент подняться к себе домой и и там загорать купаться и так далее по сути находиться как в курорте у себя дома почему тарян и что стоит за этим именем тарян это псевдоним моего дедушки писателя который писал детские рассказы стихи в армении он попал во вторую мировую войну был танкистом по моему состав львовской танковой дивизии под харьковом его ранили с украины связывает меньше начиная от деда это всегда и когда я решил создать свою компанию я вспомнил дедушку который был в украине который занимался благородным делом писал детские да там рассказы истории я потому что бы хорошее название вот логотип тарян группа было придумано в майами когда я там решил создать свою компанию вначале мы назвали его вот как подпись тарян идея была такова почему именно тарян подпись как у дедушки до условно что мы под каждым проектом я лично тебе подписываюсь под тем проектом который я непосредственно реализовываю а это началось с момента вот мне по моему это был пятнадцатый год но потом я помню что мы посоветовались ты мне сказал что она будет смотреться круче если это будет буква т 1 сильная мощная мощный символ чем вот слова поначалу меня были сомнения году но когда я увидел этот логотип у меня все сомнения сразу ушли и мы решили его вот оставить вот эту букву то вот кстати эта буква когда люди обсуждают логотип им нужно очень четко понимать где будет главный носитель для этого логотипа если вы разрабатываете приложение он должен очень круто смотрится на иконке квадратики где-нибудь в айфоне если вы разрабатываете йогурт то для вас упаковка будет принципиально важным носителем но ссори если вы строите великолепные грандиозные дома то вы должны представить что на вашем главном доме сверху будет стоять и светиться ваш логотип и вот и вот посмотрите как же это круто расскажи пожалуйста про про башни три башни соединенные стеклянными мостами двухэтажными каждая башня своя концепция первой башни панорамный ресторан во второй башне искусственный парк с водопадом и с озером и зимним садом и в третьем мы решили сделать музей будущего с кинотеатром планетарием и на зона инновации то есть начиная от робота виртуальной реальности там зона инновации это все внизу объединяется лайфстайл курортом царский царской отличается от других тем что это не просто фитнес-центр да это лайфстайл курорта есть в котором есть не просто спорт но и кроме спорта отдых развлечение релакс там и так далее а вот это все этот мост объединяет и огибать все три башни это беговая прогулочная дорожка 360 метров люди могут ходить sky парк так называемые ходить гулять бегать на гироскутерах кататься ну и так далее каким образом вам удается сохранять вот свой стиль вот и куда не придешь вот ты видишь что днк этих объектов одно и тоже как вы это описываете если где-то документ который говорит что вот это наш стиль а вот это не наш да есть документ мы его недавно приготовили это корпоративное скажем тогда наши там ценности этика и так далее мы не идем на компромиссы в вопросе концепции нам нужно чтобы это было уникально нам нужно чтобы это было интересно чтобы это было удобно и чтобы это была там необычная так далее чтобы это было вау почему бода почему бода ну придумалось так название придумано иметь нам перебора начиная с буквы а на английском у меня было понимание я почитал всякие умные статьи мне было понимание что название должно быть простым запоминающимся его не должно существовать должен быть свободный домен оно должно иметь понятную транслитерацию как бы то есть я это все понимал на момент создания но и начал перебором как бы был шокист из которого ты выбирал я дошел до бода и понял что вот оно есть в принципе это полтора часа мне это заняло факт это абсолютно кибернетический подход в какой момент ты начал понимать что у тебя начинает получаться получаться года четыре назад то есть на пятый год существовать пять лет с момента стартапа ты сказал окей что-то получается я изначально ставился целью построить бизнес бизнес эта штука которая не является твоей самозанятостью то есть он работает независимо от того ты приехал на работу или ты не приехал на работу ты уехал на месяц или на три месяца как бы или ну и он продолжает функционировать да он не будет развиваться без тебя динамично но как бы он будет работать есть ли какой-то совет который ты можешь дать вот предпринимателям которые по-прежнему являются самозанятыми да то есть являются в хорошем смысле но рабами своего бизнеса единственное единственное их спасение это расти как бы расти увеличивать доходы и тем самым увеличивать для себя возможность нанимать вместо себя дорогих людей то есть то что люди говорят что невозможно делегировать кому-то задачу ну просто они платят мало зарплаты для того что нанять тех людей которым можно делегировать задачу можно делегировать зону ответственности и можно не спрашивать и каждый день что там происходит я выполняю функцию директора по маркетинг я понимаю что приблизительно человек который закроет эту задачу на том же уровне котором я ее закрываю но будет стоить 10 тысяч долларов вот и для меня это дорого не готов пока не платить то есть ты лучше я лучше сам поработаешь где-то в рабочем месте вон вау а ты заглядывал в кабинет чтобы понять я ждал кабинет где же кабинет я уже года два как без кабинетный как твой день проходит как мы как ты управляешь этой великой машины вот вау excel я управляю путем создания правил как бы операционно управляет руководители подразделения в офисных туалетах закончилась мыло как бы на как сделать так чтобы она не заканчивалась нужно сделать так чтобы офис-менеджер три раза в день проверял закончилась она или нет так 9 0 0 забрать почту с отделения 150 9 30 распаковать почту упрядочить накладные 10 11 кухня 2 до проверить частоту на этот лимон и как и ты лично это пишешь не все как бы при брендинг не произошел это статус в колл-центре то есть это операторы в каких они скл группах находятся что они делают заняты они сейчас или свободны слушаешь разговоры я лично слушаю очень редко потому что мне не хватает как это сказать спокойствие ты злишься на клиентов или на людей на ну за своих сотрудников когда они что-то не то говорят как бы хотелось бы чтобы все было идеально но так не бывает я могу две рекомендации дать первая рекомендация это попытаться как бы систематизировать ту операционку которую ты делаешь то есть в любом бы любой руководитель любой бизнесмен любую кто угодно делает определенную операционку к операционке мы относим какие-то отчеты которые он проверяет какие-то планерки или тучки почту которую он читает так дальше то есть ее нужно систематизировать ее нужно оценить во времени то есть на самом деле когда мы говорим что мы работаем фулл-тайм или два фулл-тайма или два с половиной фулл-тайма кто сколько работает то это не 40 часов потому что определенная часть времени съедает операционка и важно понимать какую часть времени она съедает и планировать свои задачи новые как бы вот на то время которое осталось и при планировании понимать сколько времени займет та либо другая задача это позволяет реально управлять приоритетами и быть немного меньше в огне чем обычно когда ты себе пишешь большой список туду и вы никогда его не можешь сделать потому что физически невозможно сделать автор оси ну и два совета есть один пойми сколько времени у тебя на самом деле нет а второе планируй с оценкой времени грубо говоря что работа ты только оставшись от операционки время да то есть на него ты можешь рассчитывать ты можешь сделать какие-то новые вещи все остальное съезд а у меня огромная радость закончился наш глобальный тур 5 городов больше полутора тысяч человек в рамках федерив тур в рамках пяти ивентов наконец я могу быть дома а для вас сейчас маленький репортаж о том что такое продуктивность потому что когда я сел в микроавтобус для того чтобы доехать из аэропорта в город лондон меня там ждали нельзя терять ни минуты даже во время трансфера из аэропорта до лондона мне пришлось давать интервью и кстати получился очень классный разговор о будущем мы едем в гатвик встречать андрея федерив этот человек очень интересен и мне бы хотелось с ним познакомиться хорошо заходите александр здрасте александр я уже рвался в поезд думал помчусь на поезде сквозь лондон дневной первый раз лондон прилетел в девяносто девятом году все люди скорее хотят быть успешными они все скорее хотят быть любимыми они все скорее хотят не потерять то что у них есть да то есть скажем так они хотят иметь больше того чем у них есть сейчас они хотят чтобы было завтра хотя бы чуть-чуть стабильным предсказуемым да и желательно лучше чем вчера ну то есть это достаточно понятный набор базовых мотиваций он не меняется уже много много тысячелетий в этом не знаю не нужно искать тренда но по мере того как меняются технологии меняется понимание того что значит быть крутым а что значит быть счастливым или что значит быть свободным или что значит еще что то девочкам 13 15 17 18 лет а также девушка 18 20 25 лет на новый год 8 марта день рождения перестали дарить серьги а стали дарить айфоны поэтому когда мы говорим о маркетинге мне кажется что нам нужно четко все равно понимать то что в центре маркетинга всегда живут живой человек со своими понятными желаниями но со своим иррациональным мышлением человек не оцифровывается точнее его иррациональная природа оцифровывается относительно сложно поэтому если мы говорим о главных трендах как я их вижу есть категории в которых доля эмоции не очень большая это доля которая это продукты которые в первую очередь связаны с так называемым нит которые не делают человека по-настоящему счастливее но в принципе просто они должны быть мне не очень принципиально кто произведет какую-то замазку для например гидроизоляции между кафелем и ванной у меня во время ремонта все те области которые будут где доминантой является функция а значит ты можешь взять линейку и что-то условно объективно померить будут дигитализированы в первую очередь и эти штуки в первую очередь станут я бы сказал лакомой жертвой или трофеем гигантских компаний дуэль дуэль а дуэль 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 я сегодня не совсем обычно для себя роли я на разогреве перед андреем фёдоровым плюс-минус иксом самым молодым в этом году исполняется 40 самым пожилым иксом примерно 60 Их жизнь в целом в мире, их молодость, она пришлась на 80-е, 90-е, на вот это бурное время, в котором не было интернета, при этом всегда стоял выбор выживания, невыживания. Это люди, которые выросли еще в традиционных ценностях, поэтому иксы считаются борцами за достижения, которым важно добиться своей квартиры. Они достаточно материальные, они достаточно настроены на конкуренцию. Есть Y, их также называют миллениалы, это люди, которым сейчас от 20 до 40 лет. Это первое цифровое поколение, это люди, которые выросли не просто с пультом от телевизора в руках, это люди, которые выросли с компьютером, это люди, которые выросли иногда даже уже со смартфоном в руках. И в большей степени ориентированы на процесс, чем на достижения, и в большей степени ориентированы на впечатление, а не просто на покупку вещей. Что он скорее потратит деньги на путешествия или не будет сильно напрягаться, но будет получать удовольствие от жизни. И есть Z-ки, Z-ки это те, кому сейчас до 20 лет, которые самые цифровые, самые продвинутые, которые купаются в информации с самого раннего детства. В данном случае эти люди ведут себя как потребители по-другому. Y иногда называют Selfie Generation, люди, которые все время делают селфи. То на самом деле это тот человек, как я говорил, Selfish Generation, эгоистичное поколение, которое думает не про вас, не про вашей компании, корпорации и так далее. Они говорят, окей, ми-ми-ми, что я, что вы мне, что вы конкретно мне предлагаете. И они почти никому ничего не должны. Y, Z, они приходят в магазин, полчаса общаются с продавцом, щупают эту стиральную машину или эти джинсы и так далее. Прямо там достают смартфон, смотрят, где дешевле, покупают это в другом интернет-магазине, говорят, спасибо, отличная, отличная работа. Но мы не прощаемся. Federal Change, 2019, октябрь месяц. Важно создать систему, которая, ну то есть какой-то свод правил и организацию для того, чтобы когда ты что-то делегируешь, ты все-таки задавал какие-то ограничения, в которых они должны существовать и какие подходы они должны использовать. Нанятый человек в любом случае сегодня придет, завтра идет, через год идет, через два года уйдет. Если он не отстроил систему, которая после него остается, то как бы скорее всего у тебя будут проблемы. Круто. Скажи, пожалуйста, а что ты из кибернетики принес в бизнес? В первую очередь мы понимали, что нужно делать автоматизацию, поэтому на шестой месяц мы уже начали пилить нашу 1С. То есть не существует готового продукта для автоматизации этого бизнеса. И мы взяли просто платформу 1С, наняли первых программистов, тогда они были проектные, потом были другие программисты, потом были третьи программисты. То есть в принципе мы уже 8 с половиной лет занимаемся тем, что мы все автоматизируемся, автоматизируемся и автоматизируемся. Вот если сейчас сделать фотографию БОДА 31 декабря 2018 года, сколько человек в системе, в компании? 200. Самые крутые твои решения, которыми ты как управленец, как менеджер гордишься и такие, которые досадные, надо было бы их отменить. Первое неправильное решение было. Два года назад мы решили, что нам нужно выходить в массовые коммуникации и нужно идти с рекламой на телевидение. В итоге был оффер от вас, был оффер от другой компании, мы решили сэкономить. Как всегда экономия закончилась печально. То есть у нас был такой ролик, который в себе не имел внутри никакой идеи, никакого инсайта. И в принципе можно сказать, что мы потратили деньги почти зря. А правильное решение это прийти к вам в этом году, это точно было правильное решение. Потому что в принципе за эти полгода я заново влюбился в компанию. Клиент пришел с не очень хорошим опытом работы с рекламными агентствами до этого. Поэтому в принципе к нам как представителям креативной индустрии были вопросы. Но постепенно мы, нам кажется, это доверие завоевали и в принципе старались свою работу сделать по максимуму. У нас еще такой проект называется Boda Travel. Это групповые путешествия, всякие разные далекие прикольные места. Вот решение запустить этот проект, оно имеет как бы, ну как можно его считать и хорошим, и плохим. Да, как бы хорошим, потому что это прикольный проект и прикольное развитие группы компаний. И это дало возможность мне очень много мира увидеть. А как бы менее прикольно то, что пока что он еще не зарабатывает денег, как нам хотелось бы. Ну или вообще не зарабатывает. Сколько стран увидел благодаря нему? До 20. 20 стран за ноль. Идеальная сделка. Для тебя твой самый главный Будда Лао, который ты пережил в жизни. Самый главный. Последние лет 5. Я в Штатах летал на самолете, который создает эффект невесомости. Он летает по параболоиде и когда он вот так вот идет вниз, там создается эффект невесомости. Ты летаешь как космонавт, вода становится круглой, когда она с бутылки выходит. И ты можешь летать как супермен. То есть ты отталкиваешься от стенки самолета и летишь внутри там метров 20. Самая большая проблема потом остановиться. То есть ты не можешь остановиться, и ты скорее всего будешь ловить людей или во что-то ударишься. А вода будет на других рынках или это украинский проект? У нас есть идея сделать международную франшизу. В первую очередь нас интересует рынок Турции. Турции? Да. Потому что в Турции очень много городского населения, потому что турки очень любят дарить подарки и потому что там этот рынок не развит. Скажем так, мы не очень любим такое понятие как перформанс кампания, но тот кампейн, который мы собираемся сделать в феврале, он очень близок к этому понятию. И мы очень хотим попробовать нестандартный инструмент в ютюбе, пока не могу говорить какой. Но наш Аня, наш копирайтер уже внутренне готова к этой пробе. А ты бы какой подарок от Boda хотел получить в этом году на Новый год? Соответственно, из того, что сразу приходит в голову, это полет на самолете над Киевом. У нас есть такое впечатление. Так, друзья, вы знаете, что делать. Лучший вопрос или лучший комментарий к этому видео, который определит Виталий, получает не просто полет на самолете от Boda, получает полет на самолете для двоих. Подписка, колокольчик, обязательное условие. Скажи, пожалуйста, вот твой отец много лет назад уехал жить в Дубай. Почему ты не уехал? Ну, почему я должен уехать и почему вы меня связываете с отцом? У него своя жизнь, у меня своя жизнь. Он живет своей семьей в Дубае. Я живу в Украине. Хотя, когда приехал сюда, мне было 9 лет. Ну, у меня все яркие эмоции жизненные были здесь. Первая дружба, первая любовь, первые победы, первые какие-то вещи. Я люблю Украину, я считаю себя патриотом. Я не собираюсь никуда уезжать, мне здесь нравится, я хочу развивать страну. Мне нравятся люди, которые живут в этой стране. Поэтому я не вижу, почему я должен, переезжая из Дубая. Многие все равно говорят, что на стиль архитектуры Ториан Групп Дубай повлиял. Вот тот же Джек, да, то есть, скажем так, как он выглядит. Он выглядит как здание, которое принесли вот так вот краном, принесли, поставили из Дубая. На самом деле все началось до Дубая, все началось с Нью-Йорка. То есть, как я уже говорил, Нью-Йорк был первопроходцем элитных многоквартирных домов, высоток, небоскребов и так далее. А потом Дубай уже перенял Нью-Йорк это все, Сингапур перенял Нью-Йорк. То есть, ну, все началось с Нью-Йорка. А сейчас современное строительство везде развивается таким образом, что планета одна, людей все больше, поэтому неминуемо все растет вверх. Уже весь мир начинает к этому идти, потому что это будущее. Уже все хотят сделать уже проект, который в одном проекте было бы все. Это оптимизация и гибридизация пространства, чтобы в одном месте ты можешь найти все, что тебе надо, не терять времени, самый ценный ресурс, который есть, чтобы ты в одном месте это все. В Америке там мелкие компании у них даже прямо в квартире оформлены. Там же они живут, там же у них офис и так далее. Ну, то есть, не отдельный офис, а отдельная там квартира. То есть, объединение неких пространств, которые делают оптимальным, эффективным, менее затратным и так далее. Если говорить про архитектуру, допустим, Киева, то мне очень нравится то, что я когда-то прочитал твой пост в Фейсбуке, где было написано, что наша архитектура напоминает музыка Поплавского, застывшая в камне. Это классическая фраза, я запомнил его, я цитирую его все время, потому что она так и есть. Если говорить про Париж, что да, вот есть там Париж, который там исторический центр Парижа, где там трогать, где все должно остаться таким, как есть. Хотя даже там уже отводят районы, где начинают строить небоскребы, потому что неминуемо к этому человеку, если кто дойдет, все равно это все будет к небоскребам и так далее. Но у нас в Киеве, да, есть, конечно, исторический центр, который надо оставлять историческим, но в целом город в таком состоянии, что я абсолютно согласен с тем постом, который ты делал, что надо конкурировать, чтобы каждый проект должен быть уникальный, необычный. Я говорю вообще безумный. Да, безумный. Вот это, вот это есть, вот это может быть фишка Киева. Потому что сейчас, ну, вот пытаться говорить, что давайте мы будем такой стиль, допустим, в Майами, там стиль арт-деко везде, да. То есть пытаться Киеву навязать какой-то стиль уже поздно. То есть поэтому за счет того, что у нас уже настолько разнообразный стиль, надо делать и проекты такие безумные, разнообразные и так далее. Просто для зрителей скажу, что я писал пост, по-моему, где-то год или больше назад, что раз у нас нет целостного стиля, то для того, чтобы выглядеть привлекательным для горожан, а тем более для иностранцев, которые сюда приезжают, то нам нужно наоборот не пытаться загнать что-то в лимиты, да, скажем так, которые будет контролировать условное министерство культуры. Это нонсенс и это иллюзия. А наоборот, отпустив рамки и сказать, Киев тот самый город, в котором можно строить все угодно, все что угодно эстетически, как минимум в каких-то квадратах, если нет нарушения строительных норм инженерных. И тогда это привлечет правильных девелоперов, которые должны понимать, что здесь им будет проще согласовывать эти вещи, нежели, например, в Вене или в других городах, где действительно есть этот собственный стиль. Есть большие старые центры, в которых вообще нет за редким 1-2 вкрапления чего-то современного. Надо называть, ну, то есть кол-шит-шит. Если в Украине 70 лет доминировала советская дебильная архитектура в своей массе, за редким исключением, если у нас мы гордимся дореволюционным каким-то жилым фондом тех доходных домов в Киеве конкретно, и считаем это топом киевской архитектуры, то тогда речь о том, чтобы создавать артефакты на отдельных ограниченных территориях. Я думаю, Ториан Тауэрс, в общем-то, в этом смысле, или тот же Джек, да, скажем так, хороший пример, да, когда ты понимаешь, что да, есть бульвар Лоси Украинки, да, это фактически такая хрущевка Сталинка в целом, но есть Гулливер, есть Парус, есть Джек, и в совокупности это уже начинает формировать какой-то другой... Делает современным город. Да, вот я могу сказать, что вот квартира у меня открывается где-то там 2 километра до, в общем-то, боковой панорамы, когда вечером все это светится, я это называю киевский Манхэттен, потому что когда темно, ты не видишь там советской архитектуры, ты видишь много огней, и это действительно круто. Скажи мне, вот как ты думаешь, какой будет архитектура в ваших здании через 5-10 лет? Ну, мы все время смотрим за трендами, смотрим, что куда движется. Я лично езжу на все возможные выставки, смотрю все, что происходит нового, и мы пытаемся даже не то, что смотреть, что происходит нового, и там постараться уподобиться им. Мне кажется, мы уже, во всяком случае, я так думаю, что мы уже вышли на такой, как минимум, моральный уровень, что мы хотим, мы сами уже хотим эти тренды, мы понимаем уже, что происходит в мире, какие тренды, тренды, скажем так, привилегируют, что является ценным, что является важным, да, важно это, опять же, я повторяю, город в доме, это высотность, и это чтобы максимально удобно и комфортно человеку жилось. То есть основной акцент должно быть на качественный образ жизни, то есть образ жизни людей, чтобы поднять на новый уровень. Вот это является основной ключевым, ключевым то, что мы хотим делать. Что такое новый качественный уровень, что именно это означает? Не знаю, длиннее диваны, холоднее кола, или, ну, что значит новый качественный уровень? Новый качественный уровень значит, что ты можешь в одном месте найти, в принципе, то, что тебе нужно для полного счастья, ну, если насколько это возможно, да, полным назвать. Все, что тебе нужно для того, вот ты пришел домой, и ты хочешь, решил пойти в бар, нажал кнопку уливка, ты в баре, решил пойти в спа, нажал ты в спа, решил пойти в кинотеатр, ты в кинотеатр решил, то есть у тебя в одном месте находится в принципе все, что ты можешь себе вот захотеть и даже больше. Вот наша задача, миссия нашей компании превзойти ожидания, не просто делать то, что люди вот хотели бы жить вот в этом, да, а мы хотим, мы думаем над тем, чтобы сделать, что люди еще не думают, но увидев это, они сказали бы, вау, мы хотим, вот это круто. Вот зачем мы стремимся. А почему вы не идете, например, в малобюджетное, не знаю, там, строительство или в низкий ценовой сегмент? Ну, я не знаю, потому что я знаю, как сделать вот премиум, вот это наше, я знаю, как его сделать классно, вот я не знаю, как сделать классно дешево, вот я не знаю. Можно ли сказать, что тот же там Ториан Тауэрс, это твое личное отражение, да, то есть если то музыка Михаила Поплавского, то это твоя музыка, только уже в камне и в неоне. Сто процентов, да. Как ты считаешь, это хорошо или плохо, что компания или бизнес настолько является отражением своего владельца? Ну, мне кажется, по-другому быть не может, по-другому быть не может. Если она не будет идентифицироваться с идеологом и с двигателем, то по-другому быть не может. Компании сами по себе ничего не делают, все делают люди, конкретные люди. Я как основатель, да, и как управляющий компанией, соответственно, и подбираю и команду, объединяю таких людей, которые разделяют такие же ценности, такие же мысли, и все строится в тандеме таком, вот можно сделать качественную вещь, когда там не просто одно что-то хорошее, допустим, там взяли хорошего архитектора, это хорошо, а должен быть хороший архитектор, должен быть хороший участок, должен быть хорошие строители, должна быть хорошая команда, которая делает отделку, Должна быть хорошая рекламная компания, которая будет рекламироваться, хороший оператор. То есть все, что от А до Я, от начала до окончания всего цикла, все должны быть приблизительно одинаковыми ценностями и одинаково смотреться в одном направлении. Тогда это сила, тогда это круто. Вот вопрос. У меня есть подписчики, которым сейчас лет 20, и которые часто не живут в, как ты говоришь, премиум формате. То есть которые живут свою такую реальную жизнь и готовы бороться за то, чтобы из нее вырваться. И часто это не Киев, и часто это маленькие города. Вот если анализировать, что сделало тебя тобой, есть ли какие-то шаги, которым у тебя можно научиться для того, чтобы стать стильным, инновационным, будущным, ну вот, 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 и делать проекты, которые будут не просто прибыльными, да, но будут при этом эстетичными. Я бы сказал так, мечтать, мечтать, планировать, да, как, что ты будешь делать и действовать. Не сдаваться и не бояться, идти вперед, и главное – мечтать. Потому что если быть приземленным, смотреть только под ноги, а не смотреть вверх, то, ну, прогресса не будет. Для того, чтобы был прогресс, надо выйти за рамки. А это всегда определенные риски, это всегда определенные какие-то вот вещи. И это, в первую очередь, всегда борьба с собой, со своими какими-то, там, пороками, или со своими какими-то, там, скажем, недостатками. То есть, постоянно нужно совершенствоваться, постоянно нужно, как ты, становиться лучше, постоянно нужно двигаться вперед и захотеть создавать что-то ценное, классное, инновационное, двигаться вперед. Но самое главное – мечтать, верить в свою мечту и действовать. Хорошо. Как мечтать? Ну, то есть, это перед сном лежать, смотреть в потолок. Ну, вот ты как мечтаешь? Я, в том числе и перед сном в потолок, в том числе и вот сижу и представляю, вот что бы я хотел, допустим, вот какое будущее я бы хотел для себя увидеть. Да, вот какое будущее я бы хотел увидеть через 10 лет или 20 лет. Вот в идеале. Вот если отбросить все рамки. То есть, это визуализация. Да, отбросить все рамки, не привязываться к текущей ситуации, что ты живешь там или там, или там, или там, да, в каких-то, ты, ну, скажем так, да, ограничен какими-то вещами, вот отбросить все. Вот в идеальную жизнь, какую бы ты хотел видеть через 20 лет, допустим. И ты вот представляешь день вот с этой жизнью. И ты говоришь, так, я просыпаюсь. Я просыпаюсь вот в таком-то городе. Я просыпаюсь, там рядом со мной, там, такая-то семья, там, такая-то машина или такая-то работа. Или, ну, вот в идеале, вот как фантастическую картину. Возможно, ты, я не знаю, на Марсе. Это все, что ты захочешь. Это твоя фантазия, твоя мечта. Поэтому без ограничений его планируешь. Потом думаешь, хорошо, если я хочу через 20 лет быть там, значит, через 10 мне нужно уже быть где-то здесь. Если 10 лет здесь, значит, через 5 мне нужно обладать такими-то знаниями, такими навыками, такими-то там общением, таким-то кругом и так далее. И дальше все, дерзать, идти вперед, двигаться к своей цели, понимать, что жизнь, скажем, непростая штука, и легко ничего не дается, и за все нужно бороться. Но дорогу осилит идущий. Дорогу осилит идущий. Поэтому надо визуализировать, хотеть идти. Как ты будешь проводить свой стенд? Как бы я хотел. Я бы хотел построить какое-то суперинновационное здание. Ну, которое было бы, ну, воплощало бы в себя там такие все самые последние технологии строительства и так далее. И внешне, внутренне, и всячески, и осталось бы в истории на века. И внутри сделать мощнейший научный центр. И собрать лучших ученых всего мира туда. И даст Бог организовать бизнес таким образом, чтобы было достаточно средств содержать вот эту всю махину. Для того, чтобы вот эти ученые, исследователи со всего мира, чтобы были хорошие гранды. Они могли, чтобы они сами хотели туда приходить, потому что там лучшие условия для их работ, техники, технологии. И, ну, и в целом, и комфорт и так далее. И чтобы они занимались научным исследованием для прогресса человечества. Произучение там параллельных каких-то там цивилизаций, планет и так далее. Я бы увидел, что я бы там приходил, бы в один этаж заходил и сказал, что там кинул в открытии, что там, что там. Вот это то, что, то, о чем я мечтаю, скажем так. Что бы вас ни пытался остановить в жизни, какие бы ни были бы преграды, помните, что дорога осилит идущий. Надо идти вперед, надо мечтать, идти к своей цели, к своей мечте. Следует своей мечте, чувствовать, вот ты понимаешь, что это тебе близко, ты хочешь, стремишься к этому. И не поддаваться на разные провокации, разных жизненных ситуаций. Потому что жизнь порой сама нам, как испытание, посылает какие-то вещи, преодолев которые, мы пристанем еще больше в могуществе. Важно преодолевать, идти вперед, не сдаваться и не унывать. Это очень важно. И на тему, что никто не знает, где найдет, где потеряет, есть такой анекдот, что стоит Илья Муромец. И камень написано, пойдешь направо – получишь по голове, пойдешь налево – получишь по голове, пойдешь прямо – получишь по голове. Но стоит все же требует, а если будешь стоять часовой требует, прямо сейчас получишь по голове. Поэтому просто надо делать выбор и идти туда, и не отвлекаться ни на что. Двигаться к своей цели и относиться ко всему происходящему, как к игре. Создавай что угодно, что угодно, но создавай. Create whatever. У нас есть хорошая и плохая новость. Вам понравилось, когда мы показываем плохую рекламу. Поэтому в рубрике полминуты рекламы будет намного больше плохой рекламы. Я буду ее чуть-чуть, чуть-чуть разбирать. Где логика, братцы? Помогите разобраться. Ну не могу. Алга-элайф. То есть алга. Я не знаю, что такое алга. Алга-лайф. Ага. Не все так просто. Это не алга-элайф, а алга-лайф. Потому что по домену алга-лайф. Вот смотрите, это классический пример вот этого вот дурацкого заигрывания, когда ради псевдо-красоты людям усложняется жизнь. Первое, что я хочу, просто прочесть, как вы называетесь. При этом в начале ролика еще раз показывают немного природы. Ну вот. Красота и здоровье начинаются с алга-элайф. В принципе, звучит как слоган. Но при этом вопрос, может быть, определимся уже для начала. Красота или здоровье? Что начинается? Алга-элайф. И тут начинается здоровье, красота. Красота и здоровье начинаются с алга-элайф. Здоровье, красота. Энергия, иммунитет, детоксикация, бодрость, долголетие. Я здесь насчитал раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь графических элементов на одном кадре. Зачем это? Это жадность. Определитесь, что это одно. Она бежит, потом мостик, потом мужчина бежит. Она бежит вдоль моря, он бежит по полю. Куда они бегут? Или пусть они бегут, или пусть они стоят в мостике. Это все занимает 13 секунд. Потом идут химия. Химия, химия, химия. Все выглядит химически. Ни одной травки, ни одного листика. Что это такое? Посмотрите. Вот что вот это такое? Это все? Ну, это выглядит как шампунь. Посмотрите на эту пену. Это средство... А, я понял. У меня в детстве такое было. Это хвоя для ванн. Это когда детей... Жидкие шишки. А, нет, это хлорка. Хлорелло. Это итальянский бренд хлорки. Натуральная... Зеленая хлорка хлорелло. Сбофтай мене. Я жи... Алгалайф. Молодость в твоих руках? Подождите. 21 секунду назад вы мне говорили, что в моих руках красота и здоровье. То есть это молодость. Так может сразу надо было сказать, что Алгалайф это молодость? Тогда вопрос, зачем рекламировать хлореллу? Ну вот честно, ну не понимаю я. Если вы просто покажете девушку, которая стоит в мостике, при этом каким-то образом ухитряется пить Алгалайф, ну и тогда, наверное, ну это молодость. Хороший бренд это дятел, он бьет в одну точку. Если вы хотите продать бренд Алгалайф, показывайте бренд Алгалайф. Если человек не подозревает, что это, расскажите, что это. Если человек не знает, в чем его суперсила, в чем его супермуникация, покажите это. Потому что сейчас там нет идеи. Есть 4 части. Первое это случайные 8 титров про разные понятия. Потом бах, парень бежит задом наперед, девушка стоит в мостике. Потом бах, химическая лаборатория. Потом бах, молодость в ваших руках. Что я должен делать? При этом на бутылке написан другой бренд, не тот, который рекламируется. Который при этом сложно прочитать. Даже если бы просто вы взяли бутылку, показывали ее все это время. И все время была бутылка, парень бежит, бутылка, парень бежит, бутылка, парень бежит. Ну, было бы хоть чуть-чуть понятнее. Если вы не можете сделать интересно, сделайте хотя бы понятно. Ролик, который мне понравился больше. Вот посмотрите, насколько он отличается. Это ролик украинского стартапа Nuka. Ребята ко мне приходили несколько месяцев назад. Это вечная канцелярия. Вот у них есть четкая идея дифференциации. Они создали ручку, которая может писать вечно. И блокнот, который можно стирать и писать снова, стирать и писать снова. При этом это свойство бумаги. При этом она влагоустойчивая и так далее. Каждая ситуация в ролике раскрывает конкретную характеристику этого продукта. Этих характеристик много. Это не выглядит как реклама для ТВ. Это не выглядит больше как видеопрезентация. Но посмотрите сразу же, насколько более качественно сделан продакшн. И насколько четко он сфокусирован на главной идее. Чем он отличается. Продолжение следует... Продолжайте, пожалуйста, присылать вашу рекламу. Даже если она плохая, это все равно будет работать на вас. Скоро идут праздники. И я могу сказать, что несколько раз на семинарах в рамках Федериф Тур мне снова задавали вопрос, какие книги вы порекомендуете. Я снова рекомендую не ограничивать себя только бизнес-литературой. И я с грустью обнаруживаю, что чем моложе предприниматель, тем выше вероятность, что он не читал Ильфа и Петрова. Поэтому моя главная рекомендация. Это книга «Золотой теленок» и книга «12 стульев». Вы можете воспринимать это как какое-то советское старье, которому скоро вот-вот исполнится 100 лет. Но на самом деле это книги о креативности. Это книги о предпринимательстве. Это книги о том, что из любой ситуации существует миллион выходов. И о том, что деньги можно заработать без грабежа, без нарушения закона сравнительно честным способом. Если мы говорим о Бастапе Ибрагимовиче, если мы говорим о том, как жизнерадостно и как оптимистично, и как беспроигрышно он относится к своей жизни, то я думаю, что из этих книг вы можете почерпнуть для себя с точки зрения майндсета намного больше, чем из каких-то черствых, как сухарь, западных классических бизнес-практик. Не отказывайте себе в удовольствии. Вы будете смеяться, вы будете запоминать эти цитаты, и вы будете лучше понимать тех, кому сейчас 50, которые небезосновательно считают эту книгу шедевром советской литературы и задают вопрос, как вообще ее могли выпустить. Подписка, колокольчик, пилите Шура, они золотые. А теперь у меня есть маленькое задание. Во время празднования, пока бьют часы, пока эти 12 ударов ударяют вам мозг, вам нужно успеть отписаться от Федери Влог, снова подписаться на нас, поставить колокольчик, включить любой выпуск, и тогда весь год мы будем вместе. Надеюсь на это. Рассчитываю на это. Рассчитываю на вас. Подписка! Колокольчик! Ооо! Колокольчик, что это, сейчас? Комментарий. Ооо! Пов�명чивая! Дальше. Ооо! Дальше. Ооо! Один! Дальше. С ABS 32 года. Да! Дальше. 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 Богys�. Дальше. С правило. Я пишу. Дальше. Отменяще. Это очень разъяснись, дальноぉ. Дальше. Мы поfel opinions. Оооо. Любим eder. Дальше. Как надо. Оооо. Продолжение следует...